Добрый день, друзья! Друзья, в эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть сложнее, что может быть проще понимать друг друга с полуслова, с полужеста? Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телешоу «Телеактивно»! И с вами мы, ее ведущие, Елена Андреева и Ларина Сукуева. И мы рады представить наших сегодняшних участников. Сегодня вместе с нами играют учащиеся школы номер 3 города Якутска против Саха-гимназии. Итак, давайте поприветствуем первую троицу. Это Алексей Миронов, Ярослав Нагулевец и Алексей Левин. Ребята учатся в 11 классе школы номер 3 города Якутска. Ребята, здравствуйте! Очень рады вас видеть в нашей студии. Некоторых из них мы вдвойне рады видеть в нашей студии. Сегодня как вы назвали свою команду и какой девиз вы придумали? Так, сегодня наша команда называется «Комета» и девиз «Как кометам чим вперед, впереди победа ждет». Ярослав Нагулевец, как вы помните, уже принимала участие в нашей игре. И телеактивно ей так понравилось, что девушка решила испытать себя вторично. А мы напомним, что Ярославна учится в 11 гуманитарном классе школы номер 3 города Якутска. Эта активная и дружелюбная девушка любит такие школьные предметы, как русский язык и общество знания, которые и планирует сдавать в конце учебного года. 11-классницу можно назвать нашей будущей коллегой, ведь она думает поступать на режиссуру. Ее очень увлекает съемочный процесс, а вообще она мечтает снимать фильмы и сериалы. Наш уже хорошо знакомый Алексей Миронов также принимает участие в игре во второй раз. После первого телеактивно на следующее утро буквально проснулся знаменитым. Столько звонков и сообщений от друзей, знакомых, родственников, мне еще не поступало, смеется Алексей. Сегодня он усиленно готовится к выпускным экзаменам, будет сдавать общество, историю и литературу. Молодого человека можно с уверенностью назвать разносторонним человеком. Он увлекается спортом, в частности дзюдо, танцует, у него своя танцевальная группа и свободно говорит на английском языке. Алексей Левин новичок в команде третьей школы на нашей игре. Он учится в параллельном техническом классе и в будущем видит себя наноинженером. А пока в школе ему нравятся химия, биология и информатика. В последнее время с головой ушел в нейросети, уверен, что в будущее за ними. Но успокаивает нас, что настоящее искусство останется за человечеством. То есть не все смогут заменить нейросети. Будем очень в это верить. А сейчас мы приглашаем в студию вторую команду. И возглавляет вторую команду Люция Ргунова. За ней следует Айна Степанова и замыкает тройку Квиней Васильева. Все девочки учатся в Саха-гимназии в 10 классе. Девочки, здравствуйте. Мы очень рады вас видеть в нашей студии. И, пожалуйста, название вашей команды и, возможно, девиз. Наша команда «Кроссворд». Наш девиз. Если хочешь нас узнать, то попробуй разгадать. Люция Ргунова учится в 10 техническом классе и в будущем планирует стать ландшафтным дизайнером. И уже сейчас усиленно готовится к выпускным экзаменам. А в свободное время играет на гитаре, а также в компьютерные и мобильные игры. Айна Степанова – ученица 10-го гуманитарного класса. Она президент школы и недавно вместе с активом гимназии пригласили ребят из школы АИ КГТА. Провели для них экскурсию, рассказали о школьной программе, познакомили с активистами. Свободного времени у Айны почти нет, а когда все-таки выкраивается минутка, она с удовольствием играет на гитаре и проводит время с друзьями. Ученица 10-го класса Кюней Васильева любит изучать иностранный язык, в частности немецкий, и в будущем хочет стать переводчиком. Кюней недавно успешно сдала экзамен для поступления в ВУЗ Германии и очень надеется, что выезд и учеба за границей все-таки состоится. Будем в это очень верить. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по три вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатые объяснения товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке увидите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивно. Это значит, вам будет дано задание «Стоп-кадр», где вы должны угадать название фильма или сериала. А если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам придется ответить на вопрос преподавателя филологического факультета СВФУ. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют два задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет филологический вопрос. Поскольку в эту студию для начала мы пригласили команду третьей школы, а вопросы школьной программы звучит сначала для вас. Внимание на экран. Чем отличается элитарная культура от массовой? Я знаю. Вы можете обсудить. Учитель из вашей школы задает вопрос. Элитарная культура для… Не для всех, в общем. А массовая культура для всех. Пример классической музыки. Все, можем дать ответ. Мы вас слушаем. Элитарная культура – это культура, грубо говоря, не для всех. В пример можем привести классическую музыку. А массовая культура – это культура как раз-таки для всех, для широких масс. Например, поп-музыка. И в этом-то и различие, что элитарная – это более высокое искусство, культура, а массовая – более популярная. Хорошо, ваш ответ принят. Но давайте мы сверимся, каков же правильный предлагает нам учитель общества знания третьей школы. Элитарная культура имеет сложное содержание. Для этого нужна специальная подготовка, и она имеет узкий круг потребителей. А массовая – направленная на коммерческий успех и имеет массового потребителя. Ну, будем считать, что правильный ответ дали ребята третьей школы, не подвели свою учебницу. И теперь вопросы школьной программы звучат для девочек из Сахагимназии. Внимание на экран. Что такое словосочетание? Русский язык. Что такое словосочетание? Так, мы готовы. Да, мы вас слушаем. Словосочетание – это сочетание двух или более слов, которые связаны с собой смыслом и грамматически тоже. Как здорово. Да. Но давайте сверимся, что на это скажет учитель русского языка. Словосочетание – это сочетание двух или более слов, связанных по смыслу и грамматически. Вы как-то прям знали, да? Как вопрос мы вам подготовим. А я хочу отметить, что все вопросы мы для вас, ну, случайным образом все готовится. Поэтому девочки, конечно же, не знали, какой вопрос будет задан. Так, один-один. И второй вопрос из школьной программы звучит теперь для ребят из третьей школы. Внимание на экран. «Береги честь молоду» – это эпиграф к какому произведению Александра Сергеевича Пушкина. Капитанская дочка. Ну, Алексеем вы не даже... Они согласны, я уверена. Ярославна взяла. «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина. Ну, сверимся, да, с учителем литературы. К эпиграфу «Береги честь молоду» – произведению Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Да, верно. Так, два очка уже есть у одиннадцатиклассников третьей школы. Теперь, девочки, Саха-гимназия, внимание на экран. Вопрос для вас. Назовите единственное море в Северном Ледовитом океане, которое не замерзает. Хороший вопрос из курса географии. Я, кстати, не знала ответ на этот вопрос. Итак, девочки, ответ готов? Ага. И мы вас слушаем? Так, подожди. Море Лаптево. Море Лаптево. Ответ принят, но сверимся с учителем географии. Что она скажет на этом? Единственным море в Северном Ледовитом океане, незамерзающим целый год, является Баренцево море. Баренцево море, да. Интересный, кстати, вопрос. И по последнему вопросу из школьной программы, третья школа, внимание на экран. Прорубил окно в Европу, привез картофель и кофе. Построил флот, провел реформы по европейскому образцу. Кто этот император? Ну, Петр Первый. Ну, Петр Первый. Ну, конечно, да. Но не будем гнать лошадей, как говорится, давайте сверимся, что на это скажет учитель истории, так это или нет, может быть мы ошибаемся. Этот император Петр Первый. Да. Изи, изи. Так, и последний вопрос для девочек из Саха-гимназии. Какую теорему в старину называли теоремой невесты? Да, это математик задает такой вопрос. История математики, наверное. Вопрос на эрудицию. И место 611 выходит замуж. Да, да. А если вы ходите замуж, то кто это? Теорема Пифы Горы. Можете громко обсуждать. А, да? Да. Честно, не знаю. Ну, типа, любое предположение тогда. Теорема. Может быть, какие-то теоремы вы знаете? Пифы Горы. Пифы Горы. Вет. Это теорема Вет. Вет и Пифы Горы. Какой? Какой звук? Суифа. И? Ну, ответ готов, в принципе. Теорема Пифагора. Теорема Пифагора. Давайте узнаем, что на это скажет учитель математики. Я историк. Теоремой невесты называли теорему Пифагора. У-у-у-у-у-у. Так, и получилось, что у нас два очка заработали. Девочки сагала гимназия. И третья школа у нас заработала? Три. Получается, что третья школа у нас присаживается на красный диванчик, а девочки присаживаются на синий диванчик. Команда красных кидает кубик первый. И таким образом мы определим, какое задание ей попадется в случае успеха и сколько шагов она сможет сделать вперед. Ярославна бросает кубик. Какую цифру хотели бы? Шесть. Сразу вопрос от филолога, да? Посмотрим. Ну, один. Вам предстоит рисовать. Ярославна, вначале тоже подходите к нам. Выбираем карточку. Смотрим на голубой фон. В прошлый раз какое задание вам не понравилось? Порисово мимо. Да, порисово мимо. Ну, рисование у нас вообще не было. А, вам не попадалось, да? Ну, вот сейчас вам, может быть, повезет с этим. Поехали. Солнце? Да. Пять секунд. И, конечно же, это солнце. И команда третьей школы, Ярославна, можете делать один шаг вперед. Игра у нас стартовала. Так, ваш шаг, фишка красного цвета. Раз. Я здесь оставляю? Да. Хорошо. У вас цифра один, один шаг вперед. Так, команда синих продолжает игру. Бросайте кубик, кто капитан. Капитан команды. Так, Люция, бросайте кубик. Четыре. Это означает, что вам нужно будет объяснять словами. Люция, подходите тоже к нашему столику вначале. Выбирайте любую карточку, которая вам понравится. Смотрим на синий фон, на темно-синий. И вам нужно будет словами объяснить это слово, исключая однокоренные. Поехали. Так, вы же знаете то, что типа я на плавание ходила, да? И чтобы ускориться, что надевает на ноги? Ласты. Да, ласты. Отлично. Вы помните, да? Да. Четыре шага вперед может делать команда синих, Люция. И раз, два, три, четыре. Отлично. Так, команда красных. Давай побольше выкинь. Если шестой выпадет, я не отвечу. Ну, вам помогут. Это командный ответ. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Фонта мимо. Поехали. Это сундук? Ты знаешь, что-то вытаскиваешь за что-то, да? Это словосочетание? Одно слово, так. Положи. Положи. Прятать. Чемодан. Что-то улетаешь куда-то. Самолет. Спрятать. Так, взял. Взял. Пошел. Положил. Открыл. Забрал. Десять секунд. Собираться. Молишься. Путешествовать. Улетать. Время. Алексей, какой ты это был? Посылка. Посылка. А вот это вот что означало? Я хотел китайцев показать. А-а-а. А, китайцев. Может быть, да. Интересная ассоциация. Так, девочки, из Саха-гимназии продолжаем. Айна, бросайте кубик. Ты бы видел, как я это был. Один. Рисовать. Поехали. Банан. Цветок. Водопад. Водопад. Кюнэй, все молодец. Угадывай. Абсолютно верно. И делайте один шаг вперед. Ваша фишка синего цвета. Еще, еще. К желтому. Вот так вот. Все верно. И Алексей рвется уже бросать кубик. Команда красных продолжает игру. Шесть. 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 Два. Так. Пантомима. Пантомима опять, да. Мамочки. Ваша любимая пантомима. В прошлый раз, по-моему, вам она нравилась. Поехали. Ты вырезаешь. Открытка. Открытка. Цифры. Как она называлась, блин? Сердечко. Снежинка. Резание бумаги как-то называлось. Скоробухинг. Нет. Скоробухинг. Подарок. Подарок. Вручение подарка. Вручение. Там одно слово. Цветочек. Так. Букет из бумаги. Бумажный букет. Да. Букет из бумаги. Цветок бумажный. Бумажные цветы. Бумажные цветы. Было уже ноль. К сожалению. Доля секунды. Но бумажные цветы. Так. Команда синих продолжает игру. Команда синих. Я хочу предупредить, что в нашей викторине, бросайте кубик по капельной, нужно угадать слово или фразу слово в слово. Прям с предлогами, если они есть. Пять. Ой. Раз, два, три, четыре, пять. Это рисовать. Это рисовать. Поехали. Лицо. Человек. Человек. Глаза. Женщина. Да, макияж. Женщина. Красавица. Девушка. Красавица. Красавица. Модель. Суперзвездак. Так. Селебрити. Селебрити. Красавица. И чудовища, что ли? Красивая. Краса. Краса. Там одно слово? Большие губы нарисовала. Филлеры, что ли? Помада. Красная помада. Липстик. Макияж. Красится? С макияжа. Время. Время. Ответ какой? Очень красивая девушка. О, боже. Что? Просто красивая. Не просто красивая. Очень красивая. А ну, Кюнея так замечательно нарисовала. Выграя, особенно мне понравились. И команда красных продолжает игру. Ярославовна, бросайте кубик. Три. Так, у вас раз, два, говорите. Говорите. Поехали. Итак, в цирке выступают эти люди. Леша, тебе очень знакомо. На гимнасты? Почти, почти. Перефразируй. Два слова сколько? Одно слово. Акробат? Да. Акробат. А почему Леша это знакомо? А он гимнастом, да. Типа того. Да, в цирке. В гимнастом? Работал или работаете? Работал в детстве. А, как интересно. Да, Ярославовна, двигайте вашу фишку. В ходе игры. Так, насколько я двигала. Двигайте вашу фишку на три шага вперед. Раз, два, три. Вот если бы Леша не работал бы в цирке, может быть, вы бы и не угадали бы. Девочки, Саха, гимназия, продолжаем игру. Команда красных вас уже догнала. Нужно отрываться. Один. Это фантомима. Люция, да. Выбирайте карточку, смотрим зеленый фон. Поехали, мамочки. Квадрат. Галочка. Выбирать. Окошко. Что? Голова. Ключ. Замок. А кубок? Вопрос. Что это? Форточка. Что? Квадрат. Наушники. Плеер. Диджей. Колонка. Делать музыку. Ф? Что это? Да? Делать музыку погромче. Включать музыку. Выключать музыку. Диджей. Аппаратура. Радио. Время. Радио. Так, и ответ на какой? Передача по радио. Передача по радио. А знаете, почему девочки не угадали? Потому что они не слушают радио. Передача по радио. У тебя же, думаю, радио есть. Так нет. И Алексей бросает кубик. Костя. Три. Пять. Мимо зеленый фон смотрим. Поехали. Два слова. Сердечко. Порезал что-то. Повар. Повар готовит. По-другому может быть. Приготовление блюда. Ну что это? Это ты какой-то фрукт показываешь. Банан. Режет банан. Делать салат фруктовый. Готовить фруктовый салат. Готовить салат. Резать салат. Фруктовый салат. Фруктовый салат. Отлично. Так, да, Алексей, значит. Супер. Пять очагов вперед делайте. И да, вот раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Отлично. Так, и команда синих. Айна. Пять. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Рисовать. Рисовать опять. Поехали. Глаза. Твои глаза. Форо. Что? Форо. Глаз, алмаз. Что это? Горящие глаза. Вечный огонь. Вечный. Ледяные. Что это? Эйфелевая башня. Глаза смотрят на эйфелевую башню. Смотришь на эйфелевую башню. Смотреть. Смотреть. Смотреть на эйфелевую башню. Наблюдать. На мосту. Что? Пять и кург. Волянуты света. На эйфелевую. Черт. Время. Смотреть. И ответ очень классно нарисовано. Осмотр достопримечательностей. Черт. Но словосочетание такое, да. Но она шикарно. Да. Это прям схематично, да? Команда красной продолжает игру. Алексей бросает кубик. Смотри в башню. Любые предложения. Говорите просто. Так. И четыре, да? Раз, два, три, четыре. Говорите. Ваше любимое говорение. Поехали. Это иногда наливают в салат. И оно дает такой кислый привкус. Лимонный сок. Нет. Вот. Расцепное такое. Лимонная кислота. Нет. Противоположность сахару. Соль. Соль. Надо было сразу с этого начинать. Противоположность сахару. Раз, два, три, четыре. Команда красный приближается к финише. У них осталось буквально два шага до победы. Девочки, давайте шестерку. Нужно догонять ребят из третьей школы. А шестерка, это означает вопрос от филолога. Они на самом деле не сложные, но могут быть и сложными. Шесть. Шесть. Ровно. Присаживайтесь. Как попадется вопрос, присаживайтесь, отвечаем всей командой. Поставьте правильное ударение квартал или квартал. 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 Квартальный. Квартал. Квартал. Пойдя играет. Так. И ваш вариант? Квартал. Квартал. На последний слог, да? Давайте узнаем, какой ответ предлагает нам Дмитрий Жирков, преподаватель филфака. Правильный ответ. Квартал. Квартал. Шесть шагов вперед. Абсолютно верно. И делайте шесть шагов вперед. Таким образом вы догоняете команду красных. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Отлично. Все ближе и ближе. Команда красных. Я предупреждаю, что если вам выпадет больше, чем два. Раньше был стоп-кадер. Мы меняем свои задания. И один. Ну, рисовать. Значит, наша игра дальше продолжится. Поехали. Решетка. Петка. Это что-то с теннисом. Ракетка. Игра. Бонбингтон. Угу. Да. Да. Бонбингтон. Да. Да, Алексей тихо сказал. Бонбингтон. Да. Абсолютно верно. Вы угадали. И делайте шагов вперед. Так. Ваша фишка красного цвета. И раз. Раз. Вы все ближе и ближе к финишу. Ура. А между тем, девочки из Саха-гимназии могут догнать и даже перегнать. Люция бросает кубик. И если вам попадется больше, чем четыре, но один. Это пантомима. О, нет. Вы не любите пантомиму, да? Так кто любит? Вы не любите. Некоторым нашим игрокам это нравится. Голубой фон. Вот. Поехали. Змея. Змея. Змейка. Крутится. Вертится. Змееносис. Хвост. Хвост. Вертушка. Юла. Змея хвоста. Хвост змеи, да? Клыки. Хвост змея. Вот эта вот штука у змей. Гремучая змея. Погрёжка. Да. Гремучая змея. Действительно все верно. На Q&A вы снова угадали. И один шаг вперёд делает Люция. Зато какой? Так. И Алексей, спешу вас предупредить. Либо один, либо два задания, да. Два задания и значит пантомима. Выбираем карточку. Поехали. Зантик. Три секунды. Три секунды понадобилось. Сейчас вопрос Анне. Присаживайтесь. И теперь коллегиально вы отвечаете на всем вопрос филолога. В повседневной жизни мы используем ряд устоявшихся, однако по своей природе очень красивых слов. Таких, как, например, «Здравствуйте». Используя его в речи, при встрече, мы каждый раз желаем своему собеседнику здоровья. «Здравствуйте», «Будьте здоровы». Или, например, слово «Спасибо», образованное сращением словосочетания «Спаси, Бог», с утратой редуцированного конечного «Г». «Спасибо», «Спаси тебя, Бог». Итак, вопрос. По аналогии предположите о происхождении слов «Извини» и «Прости» и ответьте, имеется ли определенная разница между ними или они полностью равноценны. Что? «Замечательный вопрос от филолога, я прямо балдею от него». «Извини» и «Прости», «Извини» и «Прости». Какие слов произошли? «Прости»? «Не хранит». Так, «Извини» – это ты сказала «извини». «Вытащи из меня». Нет, грубо говоря, «Извини». «Меня из вины». «Вытащи, пожалуйста». «Да». «Извини», «Ой, вытащи из меня». «Прости». А слово? Слово просто. И в чем разница тогда? Разница в том, что, наверное, извини, это более глубокое значение имеет. В плане... Ну, главное, что не отличается. Прости, это отнесись более проще к моему поступку, а извини, это прям полностью... Вытащи вину. Да. В этом роде. То есть там вина, да? Да. Больше, чем. Интересный ваш вариант, но давайте узнаем, что на это скажет Дмитрий Жирков, как он отвечает сам на этот вопрос. Слово «извинить» происходит от старославянского языка и означает, по сути, буквально, избавить от вины, избавить от чувства вины. Слово «простить» переводится как «сделать простым от греха», «освободить от греха». Употребление этих слов тоже имеет свои различия. Если степень вины наша незначительная, небольшая, то оправданно использовать «извини». Извините за опоздание. Извините, вы не подскажете время. Если степень вины относительно серьезная, то лучше попросить прощения. Простите, я не знал, что это так важно. Вот так вот Дмитрий Жирков отвечает на этот вопрос. Он достаточно сложный, предназначен, скорее всего, для студентов филфака, поэтому... Ну, первая часть вашего ответа, она была верной. А вторая, вот да, немножко по-другому. Поэтому ваша фишка, к сожалению, стоит на месте, но вы же понимаете, что вы все равно были очень близки к финишу. А мы даем таким образом шанс девочкам из АХ гимназии. Айна бросает кубик. Так, это один, это говорит. Айна, вам нужно будет объяснять словами. Выбираем карточку, смотрим на задание. Поехали. Черная штука на шее, которую надевают на рубашку. Чёрная штука. Бабочка. А, почему чёрная? Ну, не обязательно чёрная. Ну, вот аналогия у вас. У нас в форме чёрная. О, да, чёрная. Ответ верный. Абсолютно верно. Двигайте свою фишку на один шаг вперёд. Ашиник. Кюней сегодня у нас просто победитель со всех. Да. Ашиник. Так, Алексей. Ну, вы же знаете, да? Что вас может поджидать? О, нет. Ну, присаживайтесь, точнее, выбирайте карточку. Поехали. Скалолазание. Альпинист. Альпинист. Конечно, альпинист. И второе задание от филолога. Посмотрим, какое же выпадет вам на этот раз. Поставьте правильное ударение. Свекла или свёкла? Знаешь. Так, за этот раз Дмитрий Жирков вас не стал мучить. Задал менее сложный вопрос. Не знаю. И? А может быть такое, что оба варианта верны? В этом случае только существует один вариант. В случае Дмитрия Жиркова. Так, хорошо. Так, свекла. Ну, вообще... Давайте свекла скажем. А вдруг свекла? Типа, дайте обню свекла. Алексей Леин полностью предоставил, да? Ответственность. Одиннадцатиклассникам из гуманитарного класса. А может быть у Алексея есть свой вариант. Прислушайтесь к технарю. На кону победа, я думаю, все присоединятся. Да, наверное, свекла. И? Ну, пусть будет свекла. Свекла. Давайте услышим правильный ответ. Чувствую неправильную. Правильный ответ. Свекла. Да, ну. Ну да. Если в слове есть йо, то удаление стоит на йо. На будущее вам. И девочки, у вас есть шанс. Я знала. Но я напоминаю, что если вам кубик сейчас покажет больше, чем два, значит, вас ждет та же участь, что и команде из третьей школы. Да. Вначале пантомима. Поехали. Сколько слов? Футбол. Да, это футбол. Две секунды, конечно, не угадали. Так, присаживайтесь, и вас ждет второе задание от филолога Дмитрия Жиркова. Посмотрим, какой вопрос он к вам подготовил. Поставьте правильное ударение. Договор или договор? Раз, два, три. Договор. Почему им достаются такие легкие вопросы? Договор. Договор. На последний слог, да, вы думаете? Так, посмотрим на ответ Дмитрия Жиркова. Правильный ответ. Договор. Всех прийти сюда и сделать два шага вперед. Так, девочки из Сахагимна, сейчас, давай, сетеклассницы. Раз, два. И таким образом вы одержали победу в нашей телевикторине телеактивно. Мы вам вручаем возможность устроить себе вкусное застолье. А поможет вам в этом кафе Дан-Дан. Большой пир. Мы вас поздравляем. Присаживайтесь, присаживайтесь. Третья школа. Ну, должна же быть справедливость, да, в этой жизни? В прошлый раз вы уже выиграли, что-то даже получили. Алексей, вот мне интересно ваше мнение. Как игра прошла? Что понравилось? Я сперва думал, это будет нечто вроде Яма-Дола, но, как я понимаю, это куда интереснее даже. Но Яма-Дой это более, скажем, об анализе какой-то теме. А тут больше о проверке вообще у участников, задачи им каких-либо вопросов. Он задается им какие-либо вопросы. Вопрос на эрудицию, творческие задания, на кругозор. Да, а в Ям-Молодом у тебя есть время на подготовку, на составление каких-либо вопросов, аргументов для гостей, получается, и для компонентов. Я очень рада, Алексей, что вы активный участник наших телевизионных проектов в МПК Сахал. У меня один раз снимался просто. Здорово. Тема интересная была. Ярославна, Алексей, в этот раз вы не разочарованы? Какое задание вам не понравилось? Что мне подсказывает, что не в третий раз придут. Я не разочарована, мне все понравилось. Я рада, что мне наконец-то выпало рисование, даже дважды. И что я сумела правильно изобразить. И участники моей команды угадали. В третий раз я приду. Мы ждем вас. Мы вас ждем, Алексей. Ну, то же самое. Но скажу одно. Со студентами было как-то играть гораздо легче, думаю. Да? Да. Ну, наша игра, это же игра на удачу. И так получилось, что в этот раз вопросы вам были, вы выпадали немножко сложнее. Особенно вот вопрос от Дмитрия Жирко. О, последний. Это прям... Вот. Девочки из Сахагимназии, ну как? Мы рады. Вообще, с какими ожиданиями вы шли на игру? Какими представлениями? Может быть, если все-таки представления были, чего вы боялись больше всего? Мы не думали, что мы выиграем. Вот именно. Это наш первый раз вообще съемок и так далее. Дебют такой телевизионный, да? Да. В каком-то роде. Ага. Перекопулярно. Так. Какое задание вам понравилось и какое менее понравилось? Тут очень сложные словосочетания могут попасться, оказывается. Осмотр достопримечательно. Ну, нарисовали вы просто блестаще. Симатично. Да. Нет. Как бы имею опыт. Хороший человек. А вы ранее играли в такие подобные игры? Сами между собой, может быть? Такие нет. Вроде. Ну, вот сегодня за пару часов до, да. А, поиграли. Вы видите навыки, можете потом с девочками или там с одноклассниками поиграть. А Кюней, я вас поздравляю. Мне кажется, вы победили в номинации угадальщик всех вопросов. Вы просто молодец. Сегодня твоя позиция. Огромное спасибо вам за участие в нашей игре. Ну, что ж, друзья, порой даже самое простое слово трудно угадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Встретимся на следующей неделе. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова